МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Расскажем о событиях нашего города и региона. В студии Дарья Человекова. И Георгия Розуваев. Вот о чем мы расскажем сегодня. Итоги учебного года и новые цели. В Омнинске состоялся городской педсовет. Правильное обращение с батарейками. Как заботятся об экологии в городе Балабаново? Комфортная среда. Система умный город внедряется в Сарове. Вода течет на дорогу, а платить приходится жителям. Разбирались в ситуации. Сегодня в Омнинской гимназии состоялся городской педагогический совет. На мероприятии обсудили итоги учебного года, а также наметили цели на грядущий образовательный процесс. Кристина Забожка расскажет подробнее. Городской педсовет состоялся в этом году на базе гимназии Наукограда. С приветственным словом к участникам конференции обратился депутат Законодательного собрания Калужской области Анатолий Сотников. Это действительно реально подвиг. Тем более, что, к сожалению, жизнь наша сильно меняется. Наверное, в воздухе уже давно носилось то, что мы живем все более неустойчивым, неопределенным, сложным, постоянно меняющимся мире. И вот в этом году каждого из нас это напрямую коснулось. Начальник управления общего образования представила свой доклад. Этот учебный год стал для кого-то особенным, а для кого-то и злополучным. Ведь четвертую четверть учащиеся провели не за партами, а за экранами своих компьютеров вместе с учителями. Пандемия, стремительно набирающая обороты этой весной, внесла свои коррективы в образовательный процесс. Но педагоги Наукограда прошли и это непростое испытание. Применение дистанционной формы обучения продемонстрировало некоторые положительные аспекты. Широкая возможность учителю в выборе интернет-ресурсов для повышения эффективности обучения, активизация формирования навыков самоорганизации, самообразования школьников, активное участие родителей в учебном процессе. Дистанционная форма организации занятий, безусловно, предложила разнообразные возможности для профессионального и личностного самосовершенствования педагогов. Отмечены и отрицательные стороны этого процесса. Отсутствие возможности натурных экспериментов, нехватка личного общения, отсутствие положительных дополнительных эффектов, присущих очному академическому обучению. Высокая степень зависимости от работоспособности технических средств. Подводя итоги, стоит отметить и реализацию двух национальных проектов – демография и образование. Так, в Убнинске возводится здание новых дошкольных учреждений. Ведется строительство в микрорайоне Зоовражье, школа номер 18, рассчитанной на тысячу мест. Главный прорыв в системе образования города – детский технопарк «Кванториум» в Центре развития творчества детей и юношества. Победа в федеральном конкурсе на создание технопарка открыла новую страницу в истории развития системы образования города. Организованные квантумы и зоны развития позволят мотивировать детей на погружение в технические дисциплины, предметную деятельность в области прикладных наук, наушно-техническое творчество. Обозначили и цели на будущий учебный год. Освоение новой цифровой образовательной платформы для организации предиктивной безопасности учреждений. Проработка методики применения дистанционной формы обучения для детей, получающих образование дома. Использование возможностей «Кванториума» и распределенного детского технопарка для развития олимпиадного движения. Создание новых мест в школах и детских садах. Совершенствование деятельности в области профессионального роста кадров. Кристина Забожко, Максим Сечко, Обнинск ТВ. В телекомпанию поступило обращение встревоженных жителей города Ермолина. У них на улице прорвало трубу. Вода уже почти месяц течет по грунтовой дороге вниз на проезжую часть. Люди говорят, и в местном водоканале они опровергли информацию, что эта труба не находится на балансе у Калуга-Облводоканала. Ремонтировать ее не могут. Жители пытались чинить трубу сами, но оказалось, что и это им самовольно делать нельзя. Как быть? Разбирался наш корреспондент. Ну это ладно, это сейчас летом. А зимой? Что тут будет твориться? Что, во-первых, и не заехать будут, и ничего, и здесь налить будут. Ни одной машине, ни скорой помощи будет не приехать никому. Интересно, что к витки за воду жителям приходят исправно. И Калуга-Облводоканал там значится. Из-за порыва в домах снизился напор. Газовая колонка даже не зажигается. При этом перерасчета не было. Мария Закушняк, например, в месяц должна отдавать за воду более 600 рублей. Сейчас жители решили не платить. Их грозят оштрафовать за это. Ермолинцы объясняют, запалив улицы, отдавать внушительные деньги не готовы. В 2019-м источник уже пробивался посреди дороги. Ремонтировали за свои средства. Сами нанимали технику, сами копали, латали. Почему проявили самостоятельность, а не обратились за помощью, жители объяснили не очень аргументированно. Самодеятельности в водоканале не обрадовались. В этом году, опять же, по словам жителей, им запретили рыть и что-то чинить. А слушаются, получат штраф. Они согласны устранить вот эту течь за наш счет. Ну, хорошо. А кому мы тогда платим деньги за воду? В летнее время мы платим и за полив. У многих нет огорода, но мы этот полив платим, оплачиваем. Приезжают, говорят, мы ее отрежем и все. Ваша вода портит дорожное полотно, вы создаете аварийные ситуации. Поэтому мы просто приезжаем и отключаем воду от колонки. От нашей колонки и от верхней, вот чуть-чуть выше. И наш этот весь микрорайон останется без воды. Все трое уверяют, никаких самовольных подключений они не проводили. Как все было, так и оставили. Эта колонка стоит уже более 40 лет. И в наше советское время, чтобы была нелегальная колонка, это как бы сверхъестественная было бы. Колонка, конечно, была. Письменных ответов из организации у жителей нет, потому что письменные запросы не приняли. В местной администрации, говорят люди, от них отмахнулись. Прокуратура направила в водоканал. По поводу баланса этого, когда мы спрашивали, как нам ее зарегистрировать на балансе у них, они сказали, ну, через прокуратуру. Мы поехали в прокуратуру, они на нас вот такими глазами посмотрели, говорят, вы что, езжайте в этот водоканал и с ними договариваетесь. Если воду перекроют, как быть? Вариантов несколько. Идти пару-тройку километров до церкви, там есть источник, или в ближайшие магазины, они тоже не близко. В Ермолинском филиале водоканала сообщили более оптимистичную информацию по происходящему. С администрацией мы связались, трактор нашли, вот, за бесплатно. Так как жители сами не хотят это все дело оплачивать, будет оплачивать администрация города Ермолина. С нашей стороны будет оказана услуга. Но свободное от работы время. Здесь заканчиваем все дела и будем устранять тот порыв. Действительно, первоначально были планы перекрывать, но решили поступить иначе. Информацию, что жителям запретили ремонтировать трубу, Игорь Козляков не подтвердил. Нет, такого не было. По поводу постановки на баланс сказал следующее. Я все жителям объяснял. Они делают запрос на Калуга-Обл-Водоканал, задают вопросы туда. Письма писать в прокуратуру они готовы, а почему-то в Калуга-Обл-Водоканал они не могут составить письмо. Почему же трубу не берут? Потому что там и не сотка, и не сто десятка. Там обычная пластиковая труба лежит меньшего диаметра. Устранить проблему с протечкой намереваются к первому сентября. К сожалению, наиболее щекотливые вопросы пока остались без ответов. Как так получилось, что трубы вдруг оказались ничейными? По словам жителей, до недавнего времени это особо не тревожило ответственные органы. Как так получилось, что с жителей исправно брали деньги за то, что не на балансе у Калуга-Обл-Водоканала? Может быть, однажды это станет известно. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ, Ермолина. 75 лет атомной промышленности Сегодня поговорим о прорывном проекте госкорпорации «Росатом» в области создания комфортной городской среды «Умный город». Один из примеров, где внедрена система «Город атомщиков Саров». Будущее уже наступило. Городская система видеонаблюдения, решение проблем практически онлайн, экстренное реагирование на обращения жителей. Все это проект «Умный город» госкорпорации «Росатом». Уникальная платформа, которая с помощью цифровых технологий объединила жителей, муниципальные предприятия, специальные службы и власти города. «Умный город» – это же не просто красивые фразы, красивые слова. Здесь это практическое воплощение целого ряда направлений. Порядка 25 платформ, я сегодня услышал, уже разработано, внедряется. Это в вопросах ЖКХ, в вопросах дорог, в вопросах безопасности. И масса транспортного обеспечения, медицина. То есть все важнейшие сферы охвачены. И самое главное, что активный участник – это житель города Сарова. Итак, проект стартовал в 2018 году. Саров стал пилотным городом. Сейчас система «Умный город» объединяет более 40 различных сервисов, позволяющих управлять практически всей городской инфраструктурой. Эффективность поражает. Например, в том же Сарове сократилось потребление энергии на 30%. На треть снизился уровень преступности. Сокращается количество задействованных в управлении городом чиновников, существенно ускоряются городские процессы. Суммарный эффект внедрения этой системы достигает 90 миллионов рублей. Интерес к этому решению, к продуктам «Умного города» появился у других городов России, в частности, малых, средних городов. На сегодняшний день система «Умный город» полностью проверена на практике и доказала свою эффективность. А значит, готова к тиражированию в других городах. «Росатом» сегодня уже создал два «Умных города». Это тот же Саров и «Железноводск» в Ставропольском крае. В планах внедрить систему и в других атомных городах – Железногорске, Заречном, Глазове, Северске, Озерске. В общем, на территории России от Красноярска до Челябинска. О событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». В минувшую среду около полудня произошла серьезная авария на улице Мира-6. Мужчина за рулем «Хёнда» выезжал со двора на основную дорогу и не заметил за припаркованных машин, что по главной двигалась иномарка «Опель». К сожалению, столкновений сбежать не удалось. Несмотря на то, что оба транспорта получили довольно мощные повреждения кузова, медицинская помощь участникам ДТП не понадобилась. В 17.15 сотрудники ДПС отправились на 109-й километр Киевского шоссе в сторону областного центра, где произошло новое дорожное происшествие. По предварительной информации, мужчина за рулем «Газели» выезжал с полосы разгона, не рассчитал безопасную дистанцию, скорость транспортного средства и задел двигавшийся в правой полосе цементовоз марки «Вольво». В этот вечер в неприятной ситуации оказались и владельцы этих двух автомобилей. На участке дороги 101-го километра Киевского шоссе столкнулись КамАЗ и легковушка «Рено». Участники аварии прокомментировать ситуацию отказались. Как и по каким причинам произошло ДТП, а также степень виновности водителей, установят сотрудники госавтоинспекции. Дарья Человекова, Алексей Гавшин, телекомпания Обнинск ТВ. Культура заботы о погружающей среде, о природных ресурсах постепенно начинает возвращаться в наше общество. В Обнинске, например, уже довольно много контейнеров для раздельного сбора отходов. В Ерденевской школе Малоярославецкого района дети регулярно участвуют в мероприятиях экологической направленности, в конференциях и форумах, волонтерствуют. Вот и в городе Балабаново есть неравнодушные жители, что и сами посильно заботятся об экологии, и молодое поколение к этому приучают. Четвертая Балабановская школа взяла курс на экологию. Был разработан целый проект. Частью его был и сбор батареек. Детей стараются воспитывать так, чтобы они задумывались о последствиях своих поступков. Батарейка содержит множество вредных для флоры и фауны химических элементов. А если на этом месте однажды будет жить человек? Так потихоньку пошло-поехало. И вот уже два года как дело живет. Педагог, который занимается у нас экологическим кружком, она прочитала лекции всем нашим детям от первого до одиннадцатого класса. Подключились и учителя, и родители. То есть мы собирали, можно сказать, всем миром батарейки эти. Поначалу приходилось отвозить батарейки в Калугу на утилизацию. Теперь, к счастью, в Балабанове появились два контейнера для энергосберегающих ламп, ртутных градусников и других отходов, которые нельзя отправлять на захоронение. Призываем всех вообще людей объединиться и делать все возможное для того, чтобы мир наш был чище, чтобы дети наши просто не жили среди гор мусора, чтобы мы стремились к чистой и правильной жизни. Бутылки, в которых принесли батарейки, отправляются в контейнеры для раздельного сбора мусора. Такие намерены установить и около школы. Сказали пару слов и ребята-волонтеры. Мы иногда ходим на страдовавку, чтобы убирать, и много где еще, вот по городу ходим. Вот батарейки собираем, опять же. Мусор, он вреден. Батарейки важны, так как мы ими пользуемся. И мы пытаемся их не рассорять, чтобы улучшать экологию города. Мы хотим, чтобы экология города была почище, получше. Педагог-организатор говорит, что в планах есть проведение соревнований по плогингу. Это такое спортивно-экологическое занятие, когда бег совмещают со сбором отходов. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ, Балабаново. На сегодня это все. Вы можете ознакомиться с новостями в группе Обнинск Онлайн, в Фейсбук, Вконтакте, на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. О происходящем в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире. Программа новости, которая выходит по будням в 19 часов. До завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok